Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова я, по-прежнему, Ластер, Носкар Парк и Мультиплеер, и сегодня, пацаны, так как уже не было давно роликов про обнову, сегодня я для вас подготовил максимально интересные скриншоты и максимально качественные скриншоты с возможного обновления, так что, ребята, ставьте лайки. Я перед началом ролика, давайте я вам покажу один очень-очень интересный проект. Поехали. Я перед началом ролика хотел бы вам показать один очень хороший проект, я думаю, вы слышали про Самп на ПК. Так вот, теперь вы сможете установить GTA Самп на свой телефон, в Сампе ты сможешь делать практически всё, что угодно, огромный открытый мир GTA San Andreas, тут есть очень много разных работ, зарабатывая деньги вы сможете приобрести себе одежду, тачки, даже дома, и это всё на онлайн РП. А для того, чтобы начать играть, первым делом загляни в описание и скачай лаунчер по ссылке, дальше установка, она максимально простая, запускаем скачанный лаунчер и нажимаем загрузить, затем запускаем саму игру и продумываем ваш игровой ник, и залетаем на любой из трёх серверов. А я играю на первом. Кстати, по моему промокоду Ластер, ты получишь 120 тысяч игровой валюты, и хватит на покупку первой машины, или же дома. В общем, ссылка на онлайн РП в описании, скачивайте и играйте вместе со мной. Сегодня ролик будет максимально интересным, потому что у меня накопилось очень и очень много скромшотов за данный такой маленький промышленный времени. Так что, давайте договоримся. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий попал так же в ролик, как вот эти пацаны, то пишите любые комментарии, как бы, что смешное, там, интересное. И обязательно ваш комментарий попадёт ко мне в ролик. А так же давайте наберём по данным роликам 4000 лайков, чтобы вышло продолжение этой рубрики. И, ребят, самое главное, если у вас кнопка подписаться всё ещё красная, то сделайте её серой, мне будет максимально приятно. Просто нажмите на эту грёбаную кнопку подписаться. Для вас занимает максимум 2 секунды, а для меня огромная, огромная поддержка. А так же у меня в телеге, в телеграме, ссылка в описании, можете перейти. Там будут абсолютно все фотки с кайтсом, и там будет ещё бонусный скромшот, ребят, так что переходим. А мы начинаем. Первый скрин у нас от Легенда. Так, блин, я опять забыл свою вебку. Ребят, ну что ж, всем привет, с вами снова по прежнему Ластер. Короче, начали мы, так сказать, с очень интересного скриншота. Это у нас BMW M4 G82, по-моему, я могу ошибаться, но это точно или M3. По-моему, это BMW M3 или M4. Короче, они очень похожи, я не могу их различить. Но, по-моему, всё же это BMW M4. Короче, BMW M4 такая белая, на дисках открыт-паркинга, по-моему, да. Они как бы на дисках открыт-паркинга, потому что если была бы не на дисках, то сразу я сказал бы, что фотошоп. Но нет, как бы диски открыт-паркинга, это уже реально радует. То есть, есть ещё номерный такой знак. И самое главное, самое главное, нету логотипа машины. То есть, даже нету элементарное BMW M4 лого. Реально, это очень радует то, что, возможно, это не фотошоп, потому что машина такая, ну, тени имеются. Это самое главное, тени симметричны, тени бомбовые. Вот, а так, в принципе, как вы думаете, как вы считаете, данный фотошоп, ой, данный скрин фотошоп или нет? То есть, в комментариях напишите, потому что мне очень интересно ваше мнение. Я как бы читаю абсолютно каждый комментарий, так что, пацаны, так что, пацаны, вы там будете, как бы, поаккуратнее в комментариях, как бы. Так что, идёт дальше, потому что, сегодня у нас скринов много. Так, и следующий скриншот у нас BMW, BMW 7-ка с двухметровыми решётками. Блин, выглядит, пацаны, довольно-таки агрессивно. Я думаю, что через года-два у BMW будет просто вся машина вот в этих вот решётках, блин. Так, ладно, и, пацаны, самое главное, сразу же обращаем внимание на диск, потому что эта машина максимально сделана качественно. То есть, возможно, ну, процентов 50, то, что ты не фотошоп, потому что диски прям стоят ровно. Прям, ну, пацаны, ну, как это можно отличить? Потому что тени тоже имеются. Машина как бы стоит ровно, как бы она не стоит как-то вот так, она как бы стоит ровно на дороге. Это уж реально очень прикольно. Так, ну, нету пассажира, очень как-то подозрительно. Может, как бы он вышел из машины так и, как бы, ну, сфоткал, вот. Потому что многие так делают, как бы они просто выходят из машины, как бы делают вид от первого лица и уже потом делают скриншот. Так что вполне всё возможно. Но, пацаны, как вы думаете, второй скриншот фотошопа нет, потому что лично я считаю, что это, ну, не думаю, что фотошоп, но, как бы, вот эти тени, эти блики как-то, ну, меня как-то смущает. Так что, ребятам, я думаю, что за BMW 7-ку можно поставить лайк. Так что, пойдём дальше. Третий по счёту скриншот. Сегодня у нас ролик будет максимально насыщенным, но реально он будет максимально бомбовым. BMW X... X... X7, я чуть не забыл. А X7 на каких-то очень подозрительных дисках. Потому что, как я знаю, таких дисков у нас в Карпаркинге нету. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, но, как я знаю, если меня не подводит моя память, то таких дисков, по-моему, нет. Но, в основном, гляньте просто на тени. Вот, как бы, зеркало, и вот, как бы, зеркало. То есть, тень от зеркала. И это реально максимально правдоподобно. Вы тоже, пацаны, думаете так же, да? Я на это надеюсь. Давайте теперь мы оценим данный скрин по дисциплиной шкале. Я оцениваю его 8, потому что слишком много бликов, слишком как-то прям, ну, глаза прям, ай, больно прям. Ай, вырубаю, вырубаю. Так, всё. А вот это уже фотошоп, пацаны. Хотя, подождите. Или нет? Блин, скрин, пацаны, от Лейганда, и он реально начал делать очень хорошо. То есть, пацаны, гляньте. Такие же диски, как на X7. Так, у меня, как всегда, вылетают карпарки, как бы, это же неудивительно. Короче, BMW, шестая серия, GT. Это просто самая ужасная BMW. Я не хочу, чтобы эту машину добавляли. Потому что, реально, самая-самая ужасная машина. Она, во-первых, очень урвотливая. Во-вторых, она очень урвотливая. И, в-третьих, она очень противная. Так что, забыли про эту машину. И надеюсь, что её не добавят. Всё. Так что, полетели, пацаны, дальше. Дальше у нас уже интересная. Скрин от Лимончика. Ссылку на мой канал я оставлю в описании. И такой очень, внимание, очень качественный скриншот. То есть, прям видно то, что качество зашкаливает. Реально, вот. Ставлю лайк. А, короче. BMW M5. Рестайлинговый. LCI. По-моему, если я не ошибаюсь. Или GS. Короче, там как-то всё странно. Как бы запутанно. Вот. И просто гляньте на эти фары. Какие же блики. Какие же просто оттенки приятные. Пацаны. Как вы думаете? Вот это может быть фотошопом? Вот как вы думаете? Это фотошоп или нет? Потому что, просто эти фары. Какие же они, боже мой, красивые. Я просто не могу. Я данный скриншот поставлю. То есть, закину к себе в телеграм. Зайдите, просто скачайте. Он реально очень качественный. Так что, дальше всё интереснее и интереснее. Вот. У нас. Следующий скриншот. Mercedes Benz GLE. Не знаю какая. По-моему, GS50D. Но, пацаны, тут как бы, знаете, как-то странно. Потому что, как-то всё слишком серое. И как бы нету графики как паркинг. Пацаны, знаете. Как бы вот. Как-то вот. Вот данный скриншот, пацаны, пока что меня слишком смутил. Пацаны, как вы думаете? Это фотошоп или нет? Потому что, если я считаю, что это фотошоп. Так что, пойдём-ка дальше. И посмотрим, пацаны, наши следующие скриншоты. Поехали. А дальше у нас. Mercedes Benz. S-класс. V. 223. Рестайлинговая. Боже мой. Ой. Какое боже мой. Это же Mercedes. Я совсем забыл, пацаны. Это же Mercedes. Я просто как бы фанат BMW. Так что, ну, ладно. 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 Вот данный Mercedes. Он очень комфортный. И он очень красивый. Ладно. По факту. Говорю по факту. И кирпаркингу она очень, очень сильно подходит. Так что, разработчики. Если вы смотрите данный ролик, то, пожалуйста, добавьте эту машину. Я вас прошу. Mercedes S-класс. Самый последний. V. 223. Рестайлинговый. Прошу вас. Майбах. Майбах. У меня еще осталось пару скриншотов. Они будут у меня в телеграм-канале. Так что, переходим в ссылку в описании. Заходим. Подписываемся. И как бы скачиваем скриншоты. И смотрим на бонусные скрыны. И как бы там очень даже классные машины. Так что, пацаны. На этом у меня все. Всем удачи. И всем пока. Пока.